Всем привет! Недавно я делал для вас видео о персонажах Игры Престолов, которые с большой долей вероятности умрут, прежде чем закончится восьмой сезон. Кто не видел этот выпуск, ссылку я оставлю в комментариях, а сейчас же мне хочется зайти с противоположной стороны и поговорить о тех персонажах, которым уж точно нечего бояться. Ведь их шансы пережить восьмой сезон, а соответственно и весь сериал крайне высоки. Если вы любите онлайн игры, то игра Black Desert то, что вам нужно. Вы можете создать себе абсолютно любого персонажа, собрать свой собственный клан или даже основать замок. Качайте Black Desert по ссылке в описании совершенно бесплатно. И давайте начнем с уже давно известной информации о том, что якобы сам Джордж Мартин в своей записке обозначил пять героев, которые точно дойдут до самого финала. А их имена соответственно Джон Сноу, Дейенерис Буря Рожденная, Тириан Ланнистер и парочка из дома Старк Бран и Ария. В принципе именно такой список звучит достаточно реалистично сейчас, но с некоторыми серьезными оговорками. Во-первых, сериалы книгой уже давно пошли своими параллельными путями. И далеко не факт, что сценаристы будут четко придерживаться линии, взятой Джорджем Мартином. Ну и во-вторых, дойти до финала и пережить его это совершенно разные вещи. Я, например, абсолютно уверен, что данная пятерка доживет до конца восьмого сезона, но совершенно не уверен в том, что все ее члены переживут этот самый финал. Например, либо Джон, либо Дейенерис, кто-то один из них точно должен будет выбыть из игры, обеспечив тем самым отсутствие банального хэппи-энда. Я это все к тому, что не стоит уж слишком полагаться на этот список Мартина и считать его абсолютной истиной. А вот теперь давайте поговорим о нем подробнее. Я уже отмечал, что из парочки Джон Дейенерис кто-то один точно должен умереть, а теоретически может быть, что и они оба. Поэтому ни одно, ни второе из этих имен я в свой список везунчиков восьмого сезона внести не могу. А вот по поводу остальной тройки, то тут я скорее склонен верить данному списку Мартина. Во-первых, Тириан. Ну вот как ни крути, а не верится мне, что он может умереть. Не в смысле того, что бес бессмертный, а в смысле, что этот парень уж слишком умный и рассудительный для этого. Тириан, как правильно подметила Дейенерис в седьмом сезоне, не герой и именно этот факт может спасти ему жизнь. К тому же кто-то ведь из главных персонажей сериала должен все-таки пройти всю дистанцию. И лично мне кажется, что этим кем-то будет в том числе и нынешний десница Дейенерис. Ну а если говорить про Брана и Арию, то тут все еще более очевидно. Бран, как трехглазый ворон, просто обязан выжить, ведь передать свою миссию ему сейчас совершенно некому. Тем более уж слишком много всего завязано сейчас именно на нем. Ну а если говорить про Арию, то это тот типаж персонажа, с которым могут происходить всевозможные трудности, но несмотря ни на что ты все равно знаешь, эта барышня справится со всем. В конце концов, за последних пару сезонов с Арии происходило столько всего, взять хотя бы ту же бродяжку и смертный приговор безликих, а потом глухой лес и свирепую стаю волков. Но для Арии как будто все ни почем, никакие беды ее не берут, а через все трудности она перешагивает с такой легкостью, что просто начинаешь верить в какую-то ее неуязвимость. Что же, на этом мы завершаем говорить о персонажах из списка Джорджа Мартина и переходим к остальным нашим героям. И начать мне хочется с Сэма. В чем-то его персонаж напоминает мне Тириана. Это такой себе парень, совершенно далекий от героизма с одной стороны, но умеющий дать отпор и в случае необходимости найти выход из сложных жизненных ситуаций с другой. Я лично вот просто не могу себе представить вариант, при котором Сэм Тарли мог бы умереть. Это такой себе мозг сериала в данное время, человек, главная роль которого раскрывается не на поле боя, а в библиотеке или на совете ученых мужей. Плюс к этому еще имеется достаточно распространенная теория среди зрителей и фанатов Игры Престолов, что в целом вся песня «Льда и пламени» — это повествование, которое ведется от имени никого иного, а именно Сэма. Поэтому я уверен, что этот персонаж, имеющий такой себе типаж летописца-мудреца, передаватель информации и знаний предыдущих поколений, выживет и достойно встретит финал всей саги. Ну и, коли мы уже заговорили о Тарли, то нужно мимоходом упомянуть и о его верной спутнице Гилли. Понятно, что ее роль не отличается особой важностью, хотя, с другой стороны, именно с ее подачи в седьмом сезоне Сэм узнал о свадьбе Рейгара Ильяны. Но да не суть. В общем, само собой, что и Гилли, и Малыш также выживут вместе с Сэмом, просто по умолчанию. Идем дальше, и мы переходим к еще одному деснице, а именно луковому рыцарю Давосу Сиварту. Вообще, у нас получается так, что короли и королевы попадают в зону повышенного риска, а вот их десницы получают куда лучшие шансы на то, чтобы остаться в живых. Так вот, возвращаясь к Давосу. Все его любят, этот персонаж настолько же обаятелен, насколько и прозорлив, и, что немаловажно, тоже является представителем, так скажем, не геройского типа. Луковый рыцарь сам говорил, что боец из него так себе, и как от контрабандиста или же доверенного лица, толку от него куда больше. Да взять хотя бы ту же самую пресловутую вылазку Джона за стену, где вся команда подвергалась смертельной опасности, и сам Сноу чуть не погиб в очередной раз. Где в это время был Давос? Правильно, за стенами Восточного дозора. Так что, как ни крути, а у Лукового рыцаря достаточно много шансов выжить. Ведь в войне против иных он вряд ли будет принимать непосредственное участие. Конечно, если будет такая необходимость, Давос возьмется за меч, это он уже демонстрировал нам хотя бы в той же битве бастардов, но будет это только в случае крайней необходимости. А если нет, то каких-то слишком рискованных шагов от Лукового рыцаря ждать не приходится, что как раз и может служить залогом его, так скажем, сериального долголетия. Ну а мы продолжаем, и следом на очереди у нас еще один везунчик, Тормунд, Великание Смерть. Несмотря на то, что в последний раз мы видели его не в самом лучшем положении, и я так понимаю, что по задумке авторов в межсезонье зрители вообще должны думать, гадать, а выживет ли рыжий, для меня лично такой вопрос даже не стоит. Конечно, выживет, и не просто останется в живых, а еще и доживет до самого финала сериала. Ведь Тормунд это единственный на данное время заметный представитель вольного народа. Он также уже побывал на волоске от смерти как в шестом, так и в седьмом сезоне, и каждый раз выходил сухим из воды. Плюс к этому у Тормунда уже собралась такая армия фанатов, все настолько полюбили Рыжебородова Дичалова, что ему просто не суждено умереть в восьмом сезоне. Более того, я совершенно не удивлюсь, если в самом конце именно он станет лидером вольного народа, таким себе новым мансом, но на этот раз уже с большим пониманием окружающей его ситуации. Так что все фанаты Тормунда можете быть спокойны. Уверяю, ваш любимец из сериала никуда не денется, и все у него будет в порядке. Ну и еще три женских персонажа, которые скорее всего не умрут в восьмом сезоне. Это Миссандея, Лианна Мармонт и, как ни странно, Санса. Я знаю, что как раз у нее-то собралось за время сериала прям целая армия недоброжелателей, но именно после седьмого сезона я укрепился в своем мнении, что да, дочь Неда Старка выживет в этой передряге. И основной причиной тому является тот факт, что на данное время Санса является единственным человеком, кто может действительно достойно управлять Винтерфалом и Севером. Ведь подумайте сами, Джон сейчас более всего занят войной с иными, это раз. Плюс Сноу в принципе находится в зоне повышенного риска, и далеко не факт, что он сможет выжить в восьмом сезоне. Но даже если и так, велик шанс, что он останется поближе к Дейенерис, а Север как раз-таки отдаст своей сводной сестре. Особенно учитывая то, что теперь Джон уже не король Севера, он склонил колено перед Буря Рожденной, и в следующий раз Северные Лорды, скорее всего, будут более склонны принять именно Сансу, а не сложившего корону Джона Сноу. Если же говорить об остальных детях Неда, то Ария явно не склонна к правлению, и всем связанным с этим обязанностями и заботам, Бранд сам неоднократно говорил о том, что он не Лорд, да и уже толком не Старк. Он трехглазый ворон, и миссия его совершенно в другом. Вот и получается, что никто, кроме Санса, не сможет достойно править Винтерфеллом. В седьмом сезоне нас уже плавно подвели к этой мысли, ну а восьмой сезон ее завершит, и Санса останется правительницей Севера. Теперь возвращаясь к Миссандее Лиане Мормонт. Миссандея верная спутница Дейенерис, которая прошла с ней очень долгий путь, практически от самого начала. И сейчас абсолютно ничто не предвещает каких-либо бед для нее. Понятно, что аргумент это слабоватый, но вот именно касаемо Миссандея у меня почему-то есть абсолютно четкая уверенность в том, что с ней ничего плохого не случится, ну разве что Серый Червь погибнет в каком-нибудь бою. Ну а если же говорить о Лиане, она во-первых еще достаточно юна, как правило смерти таких персонажей случается гораздо реже, чем их взрослых коллег. Ну и потом, правительница Медвежьего острова произвела такой фурор у зрителей, что сценаристы, которые как ни крути, а пытаются понравиться своей аудитории, вряд ли решатся на то, чтобы в последнем сезоне убить всеобщую любимицу. Ну и в завершении нашего топа я хотел бы вспомнить еще об одном очень важном персонаже сериала, о Дрогоне. Никто же не будет спорить с тем, что драконы Дейенерис уже давным-давно стали полноценными участниками всей саги. Так вот, я думаю, что хотя бы кто-то один из этой тройки и, как по мне, скорее всего именно Дрогон, все-таки останется в живых. Если честно, то до прошлого сезона я вообще не мог подумать, что хоть с кем-то из драконов может случиться то, что произошло в шестом эпизоде. Теперь само собой уверенности у меня поубавилось, но как бы там ни было, а кто-то из драконов Дейенерис должен остаться в живых. Ну а поскольку Дрогон самый из них любимый публикой и самой бурерожденной, думаю, именно ему в восьмом сезоне должно сфартить. Ну что же, вот на этом я буду заканчивать свой список везунчиков восьмого сезона и всего сериала Игра Престолов. А если же у вас мнение отличается или наоборот вы согласны с тем, что только что услышали, пишите ваши комментарии. И не забывайте ставить палец вверх, кому данное видео понравилось. Также я напоминаю всем подписываться на наш канал, если вы еще не наш подписчик, и нажимать на значок колокольчика, чтобы не пропустить выход новых видео. И собственно говоря, пришло время прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Прямо сейчас вы можете глянуть другие наши выпуски по Игре Престолов. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok